Мы возвращаемся в Вальдефиеме, где сейчас начнутся четвертьфинальные соревнования женщин в спринте. С вами в эфире Николай Попов и Руслан Гатауллин. И, наверное, Руслан, надо рассказать о том, как начинался сегодняшний день, как проходили соревнования в квалификации, и там, если говорить о женских соревнованиях, там у нас всё было в полном порядке. Да, здравствуйте, уважаемые телезрители. Действительно, здесь вот у девушек у нас абсолютно всё получилось. Наши девчонки, в частности, Оксана Усатова, выиграла эту самую квалификацию. Далее была Евгения Ощепкова и Ольга Царёва, и следом Анна Поволяева. Четыре наших девчонки на первых четырёх позициях вот по итогам квалификации. Ну, а если брать первый забег, то здесь уже как раз две наших девчонки будут выступать вот буквально уже через несколько секунд. Да, это победительница квалификации Оксана Усатова и Виктория Курамшина. Она показала в квалификации одиннадцатый результат. Всего в эту стадию, в четвертьюнальную стадию пробились 30 участниц. Ну и для сравнения скажу, что та же Оксана Усатова в квалификации на дистанции километра 200 метров показала время 3 минуты 23,79 секунды. А вот Кати Томиару из Эстонии, она бежит как раз в этом самом первом четвертьфинале, показала результат на 16,5 секунд хуже. То есть, в общем-то, разница в классе очевидна участниц, которые действительно выиграли квалификацию и те, которые с трудом попали в этот самый четвертьфинал. Потому что на километре 200 метров разница 16,5 секунд это очень много. Да, понятно, конечно, что у них сейчас будет еще шанс побороться, пройти, может быть, дальше. Но вообще, если здесь говорить про Оксану Усатова, например, я бы назвал ее, наверное, одним из главных фаворитов вообще всего этого дня, сегодняшнего спринта. Потому что, во-первых, спринт это ее дисциплина, она настоящий спринтовый специалист. Это студентка, кстати говоря, Сибирского государственного университета физической культуры и спорта в Омске, мастер спорта. Она, в общем, очень талантливая девчонка, ну и под руководством Валентина Дмитриевича Литвинцева она тренируется и участвовала и в чемпионате мира среди юниоров, в Торвизио, причем там два года подряд, а в Италии были чемпионаты юниорские, да. Ну и вот она там выступала очень и очень здорово. Я думаю, что это ближайший резерв сборной, который себя очень здорово здесь проявит. Вы обратили внимание, что номера участниц как раз соответствуют тем местам, которые они заняли в квалификации. И вот под первым номером у нас Оксана Усатова, вторая наша участница Виктория Курамшина, у нее одиннадцатый номер, именно одиннадцатое место она заняла в квалификационных соревнованиях. Итак, старт. Дан дистанция один километр двести метров. Да, мы не отметили, что самое главное классическим стилем, потому что это тоже очень-очень важно. Здесь, кстати говоря, на этой универсиаде далеко не все именно вот специалисты по спринту бегут, скажем так, классикой, да. Вот есть девчонки, есть ребята, для которых первоочередная, что ли, задача хорошо выступить именно в коньковом стиле, в свободном стиле. Ну а здесь мы видим, что сейчас пока наши девчонки вот в лидирующей группе находятся. Ну таковы правила. Здесь действительно спринт проходит именно в классическом беге. Ну, надо, наверное, сказать про Викторию Курамшину, потому что мы пока ее еще не представили. Это тоже одна из самых талантливых наших спортсменок. Она в скетлоне, между прочим, участвовала вот пару дней назад, буквально это произошло позавчера. Заняла там 11 место. Ну а вообще у нее очень хорошие результаты также в спринте. Были международные старты в карьере и в Финляндии, в том числе в Мунио. Ну, а два года назад были победы и в Новоуральске в Сырловской области, и в Сырктивкаре в спринте. То есть, правда, там все свободным стилем было, но, тем не менее, девчонка очень-очень яркая. Это, кстати говоря, студентка Московского университета экономики, статистики и информатики. Не будем забывать, что у нас здесь все-таки студенты, прежде всего, принимают участие. Ну вот мы видим, что три участницы, они, так сказать, ушли в отрыв. И сейчас лидирует Виктория Курамшина. Напомним, что для того, чтобы пробиться в следующую стадию, в полуфинальную стадию, нужно занять первое или второе место в четвертьфинале. Десять участниц определятся именно таким образом, участниц полуфинала. И две участницы попадут в полуфинал по времени. Ну это классические спринтерские правила, в принципе, практически на всех крупных соревнованиях все так и происходит. Там понятно, что, например, в Северной Америке у них могут быть там длина трассы несколько, чуть-чуть другая, да, там чуть больше, чуть меньше. Но в целом это вот такая общепринятая, что ли, манера, общепринятые правила для спринта именно на международных стартах. Ну а то, что универсиада это престижный старт, об этом все говорили и все, конечно, мечтают здесь побороться за медали. Не только наши, но и казахстанские спортсменки, и шведки, естественно, и норвежки. Ну вот мы видим, какой был серьезный очень подъем, буквально до финиша остается уже совсем немного. И здесь, опять же, повторю, задача попасть в двойку, в первую двойку на финише. Ну, коли уж мы заговорили про трассу, надо сказать, что здесь круг вообще в Вальде-Фиеме очень небольшой, всего 2,5 километра. Но здесь, естественно, он чуть подсокращен, да, учитывая, что это спринтерская дистанция. Но радуемся мы пока что две наших девчонки на первых двух позициях. Но там, правда, очень ожесточенное сражение идет за второе место. По-моему, там шведская спортсменка, если не ошибаюсь, сражается. Да, Эмили Кедерварн, это шведка, очень опытная шведка, много соревнований у нее в Кубке ФИС было. Ну, здесь самое главное, конечно, финиш. Финиш, здесь понятно, что на финише две наши участницы благополучно решают проблему попадания в следующую стадию, в полуфинальную стадию. И так уже две наши участницы, Ухсатова и Курамшина, в полуфинале. Да, конечно же, мы их поздравляем, но отметьте, да, как до последнего шведка боролась, и там буквально разножка только нашу спасла. То есть фактически, ну, не фотофиниш, конечно, да, но очень и очень близко. Вообще, если говорить про Швецию, шведы очень долго готовились к этой универсиаде, они тренировались в горах. Все-таки не забывайте, что здесь горная местность, в общем-то нужно сидеть на высоте, что называется, да, для того, чтобы здесь хорошо выступать. Ну, вот как раз фрагменты финиша. Поздравляем наших девчонок, очень хороший результат в первом же забеге у нас получился. Две наши представительницы, и Виктория Курамшина, и Оксана Усатова пробились в следующий круг соревнований. При этом я добавлю, что Виктория Курамшина, она все-таки в квалификации показала только одиннадцатое время, но во всяком случае стала участницей полуфинала раньше тех наших девушек, которые будут выступать позднее. Вот сейчас уже в следующем втором полуфинале также будет стартовать одна из наших участниц Анна Поваляева. Ну, про Анну у нас еще будет, да, время немножко поговорить, но давайте вот о школе мы заговорили вообще о погоде, да, о трассе. Надо сказать, что здесь сегодня в районе нуля градусов температура, это делает снег, ну, более мягким, что ли. Вот здесь спортсмены, они не то чтобы жаловались, да, но так отмечали, что очень теплая погода, не зимняя, а скорее весенняя, и это, конечно, определенный отпечаток накладывает. Во-первых, лыжи, да, они должны быть подготовлены соответствующим образом. И вот, что я отметил, опять же, спортсмены сборной Казахстана очень владели своих сервисеров. У них действительно ехали лыжи в скиатлоне, именно поэтому они там добрались до медалей. Но, кстати говоря, и у нас там были медали тоже. Ну да, я напомню, что в скиатлоне, это было позавчера, Рауль Шакерзянов, наш лыжник, выиграл золотую медаль, а Павел Сюлатов стал бронзовым призером. Кстати, Сюлатова мы видим уже очень скоро в одном из четвертьфинальных забегов в спринте, в соревнованиях мужчин. Да, так что еще будет у нас время, конечно, и за него тоже поболеть. Это спортсмен тоже очень талантливый, я думаю, что про него вам чуть подробнее попозже расскажу. Это действительно парень, который может добиться очень хороших результатов. Но у нас вообще вся команда, знаете, как на подбор. Девчонки все красавицы, все готовы сражаться, биться. Ну и вот, пожалуй, здесь сейчас у нас надо поболеть за Анну Паваляеву. Вот у нее четвертый номер. Еще раз напомню, что номера даются таким образом, соответственно, месту, занятому в квалификации. Пока Аня сражается за первую позицию, это очень и очень хорошо. Она также в числе лидеров. Это студентка Узбасского государственного педагогического университета, ну или академии, как она там сейчас называется, в Новокузнецке. И учится не было ее в скейтлоне, вот целенаправленно готовилась именно к этой дисциплине. Ее главный, скажем так, человек, который помогает ей вот справляться с волнением, да, готовит ее. Это Виталий Викторович Матвейкин. А в этом году в Хакасии, кстати, у нас проходили соревнования, вот не так давно, в ноябре, в декабре. Там она была второй в спринте, свободным стилем, правда, да, но все равно. А сезон начинала в Муонио, в Финляндии. И сначала были не очень высокие результаты, но затем прибавило, и результаты появились. На второй позиции пока Анна Поваляева, но так, судя по всему, контролирует она ход этой гонки. Там на самом деле, самое главное, конечно, вот в самой концовке буквально, да, это все не выпустить, потому что из-под контроля. Здесь возможны ситуации, когда спортсменки вот именно на финише проигрывают. Понятно, что это спринт, да, рвать с первых метров дистанции, конечно, не нужно, потому что очень сложно сделать себе задел. Просто-таки дистанция очень небольшая, всего там 1 километр и 200 метров, я напомню. Ну и вот сейчас давайте смотреть. Занимает выгодную траекторию лыжню и закрывает фактически Аню сейчас спортсменка. Да, ей очень сложно сейчас будет на финише. Из Польши эта спортсменка Марселла Марсич. Да, это, наверное, в какой-то степени неожиданно, но ладно, ладно, посмотрим. Еще будет шанс, конечно, по времени пробиться, но все очень плотно. Мы возвращаемся на лыжную трассу и сейчас будет дан старт третьему четвертьфиналу. Четвертьфиналу, в котором одна из участниц представляет Россию, она бежит под шестым номером, это Ольга Репницына. Но если возвращаться к прошедшему четвертьфиналу, там, конечно, это надо признать, Анна Поваляева очень серьезную ошибку допустила. Это же практически на самом финише, когда дала возможность польской участнице вот так выйти вперед. И, конечно, две участницы из Казахстана, из Польши перекрыли просто все пути к финишу. И, в общем, это стало причиной того, что Анна Поваляева, она, конечно, еще может рассчитывать на попадание в финал по времени. Я скажу ее время, которое она показала, 3 минуты 29,81, но это уже зависит только уже от тех участниц, которые будут стартовать вот в этом, в третьем четвертьфинале. Ну и напомню, что всего пять четвертьфинальных забегов у нас. Ну а здесь мы будем болеть, конечно же, за Ольгу Гребницыну. Это спортсменка из республики Башкортостан. Она очень тоже яркая девушка, да, она очень хорошая лыжница. Много у нее было ярких результатов. Но вот, не знаю, не могу ее назвать все-таки таким настоящим спринтером, что ли, да, потому что она специализируется и на спринте, и на дистанционных гонках. Опять же, и классикой бегает, и коньком. То есть, такая разносторонняя девочка. Ну и, конечно же, здесь ей будет тяжеловато, потому что есть достаточно серьезные спортсменки в ее забеге. Это, ну я в первую очередь, конечно же, обращу внимание на норвежку. Астрид Брюланд. Ну и казахстанская спортсменка – это Марина Матросова. Ну вот, интересно, протекает этот четвертьфинал. Мы видим, что лидирует участница под 26-м номером. Это значит, что она в квалификации показала только 26-й результат. Это финская гонщица Сузанна Саапунки. Ну вот, в какой-то момент она вроде бы даже казала, что убежала в отрыв, но все это продолжалось очень недолго. И сейчас уже понятно, что те силы, которые она затратила на старте, пытаясь убежать от соперниц, ничего у нее не получилось. И понятно, что сейчас ее будут уже обошли две участницы. Ну, на этом, наверное, дело не остановится. Да, там очень плотная борьба. И вот что хорошо сделала Ольга Репницына, она смогла занять лидирующую позицию перед этими последними вражами. И пока вот заняла, скажем так, лыжню, да, что называется, чтобы не пустить кого-то на финиш, вот как было в случае с Анной. И вот смотрите, здесь заминка у соперниц, и это позволяет Ольге Репницыной оторваться от всех соперниц. И отрыв этот уже очень и очень приличный. Ну, я думаю, что все должно быть нормально. И Оля должна, конечно же, выиграть этот забег. И без каких-либо проблем пройти в полуфинал этих соревнований сегодняшних. Да, оглядывается и, самое главное, видит, что никого там позади нет. Ну, а там, посмотрите, кстати говоря, по-моему, Екатерина Сердюк это навязывает борьбу всем остальным участницам. И вот я думаю, что украинка может побороться за то, чтобы пройти дальше. Ну, вот она сейчас как раз вторая. Ну, в победе в этом четвертьфинале Ольге уже сомнений никаких нет. И борьба идет только за второе место, которое позволяет напрямую выйти в полуфинал. Да, так и есть. Очень уверенно, очень хорошо, без ошибок. Грамотная вот по тактике гонка. Это надо отметить, потому что, как уже сказал, заняла вираж. Не пустила никого на лыжню. И, в общем-то, отодвинула всех далеко позади. Оставила. То есть, вот этот четвертьфинал, тут как бы было два примера. Вот то, что произошло. И здесь, конечно, это все сыграло на руку нашей лыжницы. Здесь такой пример, как не надо бежать спринт. Это вот как раз финская участница под 26-м номером нам продемонстрировала, пытаясь с самого начала убежать, с самого старта. И вот совершенно грамотная тактика, которую нам продемонстрировала Ольга Репницына, Благодаря которой она, в общем-то, уверенно выиграла этот четвертьфинал. Таким образом, третья наша участница уже обеспечила себе право выступить в числе 12-ти, которые будут стартовать в полуфинальных забегах. Ну, а я бы отметил как раз о поражении Марины Матросова. Это опытнейшая участница. Вообще, вот в странах СНГ, да, такого яркого, что ли, разделения на спринтеров, на дистанционщиков, их нет. Там все участвуют, вот так, достаточно ровные команды по силе, да. Ну, и сейчас у нас следующий забег уже. Да, и вот под вторым номером будет стартовать Евгения Ощепкова, показавшая второй результат в квалификации. Ну, пожелаем ей удачи. Пока все для наших девушек складывается совсем неплохо. Да, Евгения Ощепкова молодая спортсменка. Ей 20 лет, если не ошибаюсь, она представляет Тюменскую область. И, кстати, говорит, что ее любимая спортсменка это Марит Бьоргин. Норвежка, ну, понятно, да, какая это норвежка, это великая все-таки спортсменка Марит Бьоргин. Ну, и ориентироваться вот именно на такие, да, идеалы, это очень-очень правильно. Нужно ставить себе цели как раз, чтобы достичь и перебить достижения Марит Бьоргина. Пока на старте. На старте все очень-очень ровно, но здесь я не думаю, чтобы какие-то большие отрывы, потому что забег очень и очень ровный. И вы посмотрите, очень хорошо, да, что у нас Женя Ощепкова уже фактически на первых же метрах дистанции. И вот на первом месте находится. Работает очень хорошо и корпусом, и очень хорошая техника. Вот надо отметить, да, у нас не у всех спортсменок здесь такая яркая, вот именно что спринтерская техника. Ну, а посмотрите, там кто-то навязывает борьбу, если не ошибаюсь, это Криста Ниранина, финская спортсменка. Но вот ее, кстати говоря, финские тренеры уже так и подпускают к основной сборной, на домашних этапах Кубка мира, на этапах Кубка ФИС. Я бы не сказал, что это вот какой-то в ближайшем, да, будущем лидер сборной Финляндии, но тем не менее, вот года, может быть, через два она может уже так навязать серьезную борьбу лидерам своей команды. Вот так достаточно плотно вот сейчас удается все-таки двум участницам выйти вперед. Лидирует Ощепкова, и вот этот ее рывок поддержала как раз только пока финская гонщица. Евгения тоже все делает правильно, на вираже никого не пускает вперед. Вот очень-очень грамотное решение. На самом деле спринта, вот как бы вы ни думали, да, что это, может быть, бездумная гонка, да, какая-то, это очень тактически выборенный должен быть забег, потому что здесь очень-очень велика вероятность ошибиться. Ну и случайность, это все-таки не марафон. Да здесь как раз наоборот, здесь очень грамотно нужно строить тактику и стратегию, потому что вот мы видели то, что произошло с Анной Поволяевой, вот эта ошибка на самом финише стоила ей, возможно, еще пока, конечно, надо дождаться завершения соревнований. Вполне возможно, что время, которое она показала, будет достаточно для того, чтобы попасть в полуфинал. Но, в всяком случае, вот такую тактическую ошибку она допустила практически на самом финише, хотя до этого все было, что называется, в полном порядке. Да, но у нас две спортсменки по-прежнему впереди, там такой уже отрыв создался, достаточно солидный по метражу, но финская спортсменка, если сейчас попробует обойти, то нужно делать это вот как раз на этом вираже, потому что, по большому счету, больше-то и негде. Ну, я думаю, что ей как раз и обходить ее не надо, потому что здесь важно занять второе место. Второго места вполне достаточно для выхода в следующую стадию. Ну, и вот мы видим очень серьезный отрыв этих двух участниц. И только чудо может помешать им не стать полуфиналистками. Посмотрели, в какую низкую стойку садиться. Это, конечно, достаточно серьезная нагрузка на ноги, но здесь все в порядке, все спокойно и, самое главное, без ошибок. И вот финишный такой спорт сейчас будет решаться, да, кто из них все-таки первый, кто второй. Это имеет значение, да, для полуфинала? Ну, как вам сказать? Чисто теоретически. Да, чисто теоретически. Это больше для морального удовлетворения самой спортсменки. Вот что она выиграла этот забег. Вот, ну и посмотрите, Мира не первая, а Щеткова вторая. Ну, Евгению поздравляем, она прошла дальше. Да, это уже четвертая наша участница, которая обеспечила себе право выступить в полуфинале. Но у нас остается заключительный четвертьфинальный забег, в котором будет стартовать еще одна наша шестая участница. Это Ольга Царева, показавшая третий результат в квалификации. Какие плотные у нас результаты, но, правда, эти плотные результаты уже чуть позади наших спортсменок. Но, в любом случае, мы будем ждать, конечно же, хороших результатов. Я напомню, что женская сборная России, вот именно в этой дисциплине, она все-таки очень и очень сильна. И здесь действительно ждут от наших медалей. Ну, понятно, наверное, что в каждом заезде ждут медали, в каждом виде программы. Но, тем не менее, здесь реальнейшие шансы на золото, может быть, даже. Ну, вот мы видим, как велико было преимущество вот этих двух участниц, нашей и финской лыжницы над соперницами. Они в итоге выиграли у них больше четырех секунд на финише. Ну, и сейчас мы видим стартовый протокол заключительного четвертьфинала. Ольга Царева стартует под третьим номером. Да, это студентка Академии права и управления из Рязани. Да, ну, в Рязани находятся ее учебные заведения. В этом сезоне в Хакасии, вот опять же, она была второй в классическом именно спринте. А вот в Коньковом только 12-й. То есть она у нас очень любит именно классический вариант, классические дисциплины. Ну, и, кстати говоря, не только в спринте, конечно же, выступает. У нас здесь фактически все спортсменки выступают не только в спринте. Они проводят себя в разных дисциплинах. Ну, вот Ольга Царева, это, пожалуй, тоже одна из главных наших надежд на этой универсиаде. Вообще она на этапе Кубка мира в Сочи выступала в прошлом сезоне. Там, правда, была в спринте в Коньковом только 53-й. Да, но там сложно было бороться, учитывая, какие там были звезды, зубры. Все-таки взрослые, да, сборные. Это совсем, скажем так, другой уровень. Но, тем не менее, борьбу смогла навязать. И сразу же она вырывается вперед. Вот вы посмотрите, Оля такой тоже правильный, что ли, с точки зрения тактики, момент здесь сделала. Она вышла сразу вперед на лыжне на внутренний радиус. Это очень важно. То есть, естественно, да, что у нас 4 лыжни нарезаны здесь в Вальде Фиеме. Но, тем не менее, она вот ближе-ближе всех, как бы, идет о крае трассы. То есть, у нас сокращает дистанцию этим самым? Ну, да, там понятно, что в какой-то мере. Потому что, кстати, здесь... Вы знаете, у меня такое чувство, что у нее как-то лыжи не очень хорошо работают. Слишком сильно проскальзывает в обратную сторону. Либо там в том месте просто может быть нас, потому что не она одна, а вот именно на этом вираже. Я вот как-то не обратил внимания на предыдущих забегах, да, так ли там было или нет. Да, это, похоже, вот какое-то такое место, не самое удачное для сегодняшней гонки. И, действительно, вот сейчас мы видим, что все вроде нормально. Лыжница уже... Лыжи так не проскальзывают. Вот на этих уже, на других участках. Вообще, в Вальде Фиеме здесь фактически только на стадионе снег, потому что в округе, вот как говорят сами спортсмены, его практически нет. Практически весна здесь, то есть совсем не зимняя погода. И приближение Нового года, оно, как говорят ребята, вот казахстанцы, например, да, практически не чувствуется. Ожесточенные соревнования, нерв, ну и вот такая погода. Ну, в любом случае, это, конечно же, влияет, да, на прохождение дистанции. Там снег в каких-то местах, может быть, жестковат. Не забывайте, что здесь, пусть подъемов и спусков не так много, но они есть. И, причем, есть спуски с виражами, то есть, ну, можно завалиться, да, при определенных условиях. Но пока наша девушка справляется, Ольга Царева пока лидирует в этой четверке, в этой шестерке. И посмотрите, посмотрите, там, по-моему, шведская спортсменка замедлилась. Насколько я понимаю, это Софи Элебро. И, по-моему, там Таня Калпинин сейчас навязала, смогла навязать борьбу. И так достаточно неожиданно. Она там выстрелила буквально из-за спины. Да, и посмотрите, в какой отрыв она сразу же убежала. И совсем недавно была шведка одним из лидеров, и теперь она все больше и больше отстает. Уже шансов на выход финала у нее, по-моему, никаких не остается. Да, она там кого-то еще пускает вперед себя. Ну, а Таня, она, между прочим, достаточно легкая спортсменка. Естественно, на подъемах, да, это ей помогает. Не нужно вес тела в гору внести. Смотрим, здесь очень такой спокойный финиш, размеренный, я бы даже так сказал. Всем уже понятно, кто выиграет. Ну, и это становится победительницей этого заезда Ольга Царева. Дальше Таня Калпинин, финская спортсменка. Ну, а Татьяна Осипова вырывает. Посмотрите, у шведки третье место. Ну, что ж, пять наших участниц уже точно пробились в полуфинал. И вот, такое предварительное, мои подсчеты говорят о том, что должна попасть все-таки с 12-м временем. То есть, по времени должна попасть и Анна Поваляева в полуфинальную стадию. Ну, уточним это чуть позже. А пока у нас начинаются четвертьфинальные забеги у мужчины. И здесь сборную России будет представлять Андрей Феллер. И посмотрите, у нас фальстарт. Достаточно редкое для лыж явление, да, но тем не менее. И Андрей Феллер действительно спортсмен из Красноярского педагогического университета имени Астафьева. В этом году он ездил в восточно-европейском кубке, в кубке ФИС выступал. Ну, и вот сейчас он по 20-м номерам. Он в квалификации показал именно это 20-е время. Андрею хорошо дается спринт. В общем-то, у него в Хакасии он получился и в свободном стиле, да. Очень там хорошие были результаты и классикой. Так что подождем, что он здесь может показать. Но я думаю, что у него есть шанс пробиться в следующий раунд. Несмотря на то, что здесь два очень сильных казахстанских спортсмена. Прежде всего, это Александр Малышев, который как раз и выиграл квалификацию. Ну, и его партнер это Евгений Величко. Вообще, казахстанские спортсмены здесь себя чувствуют очень-очень хорошо. У них тренеры приехали даже основной сборной из Давоса, из Швейцарии. Поэтому подгоняли их во время как раз скиатлона. Там все очень-очень плотно было. Ну, и вот они смогли выиграть. И вообще отмечали, ребята, помощь именно тренеров и основной сборной, и сервисеров. Потому что сервисеры сборной Казахстана проделали просто фантастическую работу во время скиатлона позавчера. Сегодня пока посмотрим, да, Андрей, у нас пока в такой группе не то чтобы отстающих, но, скажем так, догоняющих. Ну, а под первым номером уверенно лидирует Александр Малышев, победитель квалификации. Александр – это студент Казахстанской академии спорта и туризма. 24 года ему. 17 место он только занял в скиатлоне, но тоже говорил, что готовится именно к спринтерским дисциплинам. Он уже в этом сезоне выступал на этапах Кубка мира, между прочим, да. Это о многом говорит в Каусаме и в Лилихамере. Так что он знает, как сражаться с лидерами, да, с лидерами мирового лыжного спорта. Вот сейчас Андрею, конечно, сложно будет вылезти. Он уже, так знаете, достаточно серьезно там в трафик попал. Ну, вот бывают такие ситуации, когда очень сложно даже что-то посоветовать, да, лыжнику. Вот попадает он в такой действительно трафик. И как прорываться, не очень понятно. Мне кажется, Андрей сейчас сделал единственное правильное решение, просто ушел на другую лыжню. Потому что, и посмотрите, вот сейчас если будет накатывать, если лыжи действительно хорошо работают, то он может там опередить двух-трех человек. Но пока не очень получается, он по-прежнему пятый. Хотелось бы, конечно, хотелось бы, чтобы Андрей прошел дальше. Но там, ну, понятное дело, что, наверное, до Малышева уже добраться будет тяжеловато. А вот потягаться с норвежцем, Одегардом, вполне по силам ему. Вот под десятым номером это у нас, как и Корпела из Финляндии. Именно он пока бежит вторым. Да, мы здесь... Это не столь очевидно. Посмотрите, Андрей-то прибавил, прибавил, да, и сейчас до Малышева почти уже дотягивается. Вот, грамотная опять же стратегия, да. Сначала отсиделся, занял совершенно другую лыжню, чистую лыжню. И вот сейчас на вираже выкатил и фактически уже за спиной у Александра Малышева оказался. Да, и такое ощущение, что у него и сил остается гораздо больше, чем у преследователей. Потому что вот эти двое уже отрываются от всех соперников. И финиш уже не за горами. Ну вот здесь на финише, да, я думаю, что все-таки Андрею должно хватить. Посмотрите, как накатывает он на лидирующего казахстанца. По-моему, он его даже готов обойти. Да, он его обходит на финише. За счет плечевого пояса, за счет работы руками, ну и, конечно, скольжение. Видимо, очень-очень хорошее скольжение. Три человека бок о бок фактически. Да, вы знаете, вот здесь еще большой вопрос. Кто же все-таки... Неужели только третий? Да, фотофиниш здесь потребуется для определения. Кто же все-таки второй? Коппела или наш Феллер? Ну вот такое успешное выступление Фина, я бы, знаете, наверное, все-таки отнес к такой небольшой сенсации. Потому что я бы... В какой-то момент казалось, что он уже сдал, явно сдал. Ну вот смотрите, как смог, да, накатить в самом конце. Как раз ведь фактически на последнем спуске. Он там за счет рук только вытащил, потому что там больше-то и негде. Вот мы видели, как хорошо Финн стартовал. И вот в какой-то момент он даже лидировал. Ну и вот на самом финише он вдруг вновь вернулся. И похоже, что... Ну давайте дождемся результата фотофиниша. Да, он все-таки обошел. Андрей Феллер в итоге только третий. Но проиграл он Фину всего-навсего три сотых секунды. И, конечно, тут надо будет ждать окончания. Посмотрим, что там будет по времени. Соревнования. Окончание четвертьфинала. Чтобы понять, есть ли шанс у Андрея Феллера попасть по времени в полуфинал. Так, Максим Ковалев у нас под седьмым номером стартует. Спортсмен Санкт-Петербургского государственного университета физической культуры и спорта имени Лес Гафта. В скетлоне тоже не участвовал Максим. А готовился именно к этой дисциплине. Он представляет у нас Брянскую область. Его личный тренер Андрей Матвеев. Ну и в классике, в Хакасии, в классическом спринте был вторым. То есть для него это любимая дисциплина. Ну и классикой он очень-очень хорошо едет. В прошлом сезоне выступал и в Кубке ФИС, и в Восточноевропейском Кубке. Но, правда, этапов Кубка Мира в его карьере еще не было. Но мы верим, что все впереди. Посмотрим, как здесь на универсиаде сложится. Тем более, что сам он максималист. Ну и пока второй, пока второй. Ну, давайте все-таки дождемся, скажем так, виражей. Там, наверное, все уже будет определяться. Какая-то, знаете, немножко странная техника у 14-го номера. Больше характерная это Трёгве Маркс, это норвежский спортсмен. Больше как-то она характерна для таких дисциплин, я бы сказал, дистанционных гонок, да, не для спринта. Как мне кажется, он слишком глубоко садится вот к земле, да, на подъемах. Посмотрим, здесь вроде бы все в порядке. Максим занял свободную лыжню, опять же, перекрыл норвежцу ход. Но тут же и норвежец сам смог, смог вырваться на оперативный простор. Он перед ним был. И, посмотрите, оглядывается. Не уверен, может быть, да, в своих силах, я не знаю, какие-то другие причины. Но вообще, этот спортсмен очень талантливый также. Его, кстати говоря, норвежские журналисты вот про этого парня говорили перед стартом этого сезона о том, что он, может быть, даже в каких-то моментах, да, будет представлять основную сборную Норвегии. Мы знаем, какая конкуренция в лыжных гонках Норвегии. Там выиграть национальный чемпионат бывает гораздо сложнее, чем какой-то чемпионат Европы, да, или чемпионат мира. Ну и вот такие авансы выдают ему. Ну да, это тот самый случай, когда труднее попасть в саму сборную Норвегии, чем выиграть в дальнейшем какой-то очень крупный турнир, крупные соревнования. Мы уже с вами неплохо изучили трассу. И так примерно представляем, где возникают самые сложные виражи из подъема для участников. Ну вот очень уверенно пока действует Максим Ковалев. Захватил он лидерство и... Но соперничество будет на самом финише очень острым. Да, там хоть сейчас и будет такая своеобразная «С», когда трасса у нас фактически буква «С» идет, в ее, скажем так, английском варианте, да. Ну и вот здесь он пока лидирует, но смотрит назад, на самом деле. Я думаю, он чувствует, конечно же, где находятся его соперники, вот потому что когда все-таки у тебя на плече сидит буквально за тобой человек, это очень хорошо ощущается, буквально чувствуешь его дыхание. Выход из последнего виража. Здесь же фактически уже последний подъем, но и там будет финишная прямая. Максим лидирует, лидирует с хорошим отрывом сейчас, ну а там за второе место очень жесткая борьба, вы посмотрите, какая. Ну что очень важно, именно только за второе место борются остальные участники, потому что лидерство Максима Ковалева уже никаких сомнений не вызывает. Это вот финиш. Ну и он первым из наших участников, всего в четвертьфиналах выступает 4 наших лыжника, и Максим Ковалев первым из этой четверки становится полуфиналистом.